АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, письмо от Кузьмича из Перми. Здравствуй, Дедушка Мороз. Но это не я, вы поняли, это все-таки Деду Морозу адресовано. И вновь пишет тебе мальчик Миша. Интересно, сколько ему лет. Этот год я вел себя хорошо, слушал папу с мамой и жену. Нет, не такой маленький. И, прошу тебя совсем немножко. У меня есть лучшая подружка Юля. И мы с ней танцуем на разных утренниках и елках. А еще на стульчиках читаем стихи и просим выполнять разные задания взрослых людей. В общем, на корпоративе зажигаем, как умеем. Также выкладываем ролики в интернет с нашими танцами. Это вы, что ли, да? Но в обычной жизни я одеваюсь в хороший костюм и выгляжу модно. Не очень-то. Выгляжу модно. А вот Юля, такое ощущение, надевает платье своей старшей подружки, которая уже лет 50, и ее платья очень немодные. Она называет их гипюровые. Еще она очень любит Микки Мауса. Я, конечно, тоже люблю Микки. Но она надевает эти футболки буквально везде. Сейчас не в футболке. Дорогой дедушка, подари, пожалуйста, Юльке красивое платье и футболки. Хотя бы с трансформерами. А то немодные ходят. Спасибо большое. Вот это письмо. Ну что ж, мы переходим к исполнению мечты Кузьмича из Перми. И слушаем дело о Юлии Суперстар. Михаил Кузьминых обвиняет давнюю подругу и коллегу Юлию Старикову в том, что она свой нелепый сценический образ переносит в реальную жизнь. Михаил, пожалуйста, подойдите к трибуне. Михаил, вы с Юлией герой известных роликов в интернете. Вы веселите народ. А в реальной жизни вы другие? Да, мы веселим народ. Да, мы снимаем много клипов. И чаще всего это происходит у нас в деревне, у моего родного дедушки. И мы одеваем различные фуфайки и майки с Микки Маусами в том числе. Но если я, приезжая домой в город, переодеваюсь в что-то стильное и модное, то Юля продолжает ходить в футболках в Микки Маусах, но и в моих просто ненавидящих гипюровых платьях. Ненавистных. Ненавистных. Их очень много. Ну так это хорошо. Сейчас гипюр в тренде. Ей идет, знаете, какая она. А вас одевает жена, насколько мне известно. Да, меня одевает жена. Вот, я вижу эту фотографию. Да, да, да. Женушка-жена. А у вас есть доченька? Да, донечка. Молодец. Дочка Анечка, 4 года. Молодец, молодец. Постарался. Если я-то женат, то Юля мы никак не можем выдать замуж. Ее не берут, да? Но ее никто не берет. Давайте попросим Юлю встать и посмотрим, какой же образ она несет в массы. Встаньте, пожалуйста. Чудная платьица, бэби-дол. Вы вообще согласны с тем, что говорит Миша? Нет. Ух ты смелая. Кардинально не согласна с тем, что говорит Миша. Потому что, ну, на самом деле, у нас, если брать наш город, то половина Перми ходит в этих футболках с Микки Маусами. В гипюровых платьях. И это действительно модно. Мы, на самом деле, Александр, 15 лет, как уже знакомы. И, ну, я буквально видел всех ее кавалеров, которые за нее хажут. Но были кавалеры? Я не был. Были кавалеры, конечно. Но я не был кавалеров. Вы нет. Да, у меня жена. А сейчас у вас есть кавалер? Нету кавалеров. А давно? Ну, если на свидание ходить в футболке Микки Мауса... Значит, он вам и не нужен. Присаживайся. Пожалуйста. Давайте посмотрим, какой же образ Юлечка несет в массы. Пожалуйста, все внимание на экран. Ребята, поехали к Ленке Чичухиной за молоком. О, поехали. Делай погромче. Слышь, ты что такая дерзкая? Расплескала синева, расплескала... Три звезды, три звезды, она кружит, три звезды. Три звезды. Это все понятно, да, это клипы, это наши ролики, это сценические образы, но ведь в жизни есть еще одежда, кроме гипюровых платьев и ее Микки Мауса. Ну, мы посмотрим сейчас на гардероб. Будьте добры, вещи нашей подсудимой пародистки в студию. Эвелина, пожалуйста, дайте оценку этому гардеробу. Да, здесь целая мышинная коллекция, я смотрю. Здесь просто на все вкусы есть. Принимаем во внимание роскошные формы нашей героини. Все эти картинки обретают на ее прекрасном теле особную выразительность. Она отражает народные вкусы, это же людям должно нравиться, это должно набрать максимальное количество лайков. Другое дело, что подобного рода комплекты наши героини тащат из своих видеоклипов в свою личную жизнь. Вы с этим боретесь, правда? Да. Скажите, а что на этой вешалке, в гардеробе, повседневном, несценическом, вашей подруге вы не любите больше всего? Это Микки Мауса. Так мы только что их увидели, тут еще скрывается что ли? Тут еще есть, вот он самый большой. А у нас сейчас будет возможность насладиться. Будьте добры, пожалуйста, переоденьтесь. Это Микки Маус. Да, да. Сейчас продемонстрирую. Держите. Это там. Но давайте все-таки будем бороться за правду. У нашей героини есть не только мультипликационные твари, у нее есть еще и разные другие красоты в гардеробе. Вот, пожалуйста, два больших концертных платья, можно сказать. Скажите, а кто подсунул нашей прекрасной героине вот этот вот объект в гардеробе? Она сама подсунула. То есть, это не подрывная деятельность вашей жены, нет? Нет. Нет. Хорошо. Ну, наша героиня готова тем временем. Давайте посмотрим на то, что так бесит моего сегодняшнего подопечного. Итак, будьте добры, просим вас, Юля, в студию. Я очень люблю Бисней. И я даже хотела татуировку когда-то сделать себе. На каком месте? Александр, не приставайте к девушке. Ну, мне мама не разрешила, в общем, места я так и не определилась. Где бы я сделала себе этого ослика? Потому что мама мне сказала, что в старости твой ослик поплывет. В общем, татуировка не состоялась. По-моему, перед нами прекрасная девушка, у которой все в полном порядке, но должно стать еще лучше. И мне кажется, что сегодняшняя программа должна пройти под лозунгом «Лучшая друг хорошего». Садитесь, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, а вместе с нашей прекрасной героиней, все ее поклонницы и особенно поклонники увидят, каким же образом в это предновогоднее прекрасное время завернуть себя так, чтобы превратить себя в прекрасный подарок для того, кто его давно ждет. Спасибо большое, Эмелина. Займите, пожалуйста, свое место. А я передаю слово Ларисе Долиной. Миш, а скажите, это правда, что благодаря вот вашим этим смешинкам наконец отремонтировали пермский вокзал? Да, да. Мы сняли клип на известную песню «Лабутены», после чего власти наконец-то обратили внимание на наш клип и, соответственно, на вокзал. И после чего был ремонт нашего... Посмотрим, какой же клип спас вокзал впервые. Пожалуйста. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой-ой-ой. Ой, боже, какой ужас! Какой кошмар! Что-то правда звезди. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Браво! Да, действительно, очень вдохновляют результаты деятельности этих молодых людей. И вот вы же представляете, что происходит дальше. Наши герои начинают покорять мир, выступать на разных красных дорожках разных кинофестивалей, давать интервью всевозможным зарубежным журналистам для того, чтобы продемонстрировать наше российское ого-го. И тут что? Зарубежная мышь? Нет, мы этого не допустим. Знаете, мне и Миша, и Юля очень симпатичны. И такие веселые, они наслаждаются жизнью. И я думаю, что энергии Юли хватит на все и на всех. И на гастроли, и на свидания, и на концерты, и на репетиции. Ну и помодничать как следует. Спасибо большое, Михаил Трисаковин, пожалуйста. Ну а я попрошу в трибуне артистку-пародистку из Перми Юлию Старикову, 28 лет. Пожалуйста. Юлечка, сейчас вы солистка пародийного дуэта, Боня и Кузьмич, так? Уже как 12 лет. Ну я очень-очень рад. Мне нравится ваш позитив, ваша самобытность и отсутствие комплексов. Но я был удивлен, когда узнал, что в одной из пародий вы снялись в купальнике. Давайте посмотрим, как вы выглядели в нем. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вообще люди отреагировали на вашу смелость? На самом деле вообще абсолютно по-разному. Комментарий очень много. Есть и, конечно, положительных, но и очень много отрицательных. Чаще всего нас называют... Ну, конечно же, мы всегда показываем в наших видео комплекцию нашего тела. Толстый-тонкий. По-другому дрищ и корова. И, собственно говоря, дать ответ на злобу дня нашим прекрасным комментариям мы сняли следующее видео. На популярного японца. И это видео у нас набрало не меньше количества просмотров. И плохих, и хороших комментариев тоже. Пожалуйста, давайте посмотрим на это видео. Вот это дрищ. Вот это я. А-а-а-а. Дрищ. Я. Вот это я. А вот корова. А-а-а. Корова я. Дрищ. Я. Корова я. А-а-а. Дрищ. А-а-а. 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 Потрясающий. Потрясающий балет. А-а-а. Я вас от души поздравляю. Это просто гениально. Юлечка, скажите, пожалуйста. Как это вот на вас такая популярность обрушилась? Ну, как я уже говорила, мы вместе уже, как дуэт Бонни и Кузьмич, 12 лет. А познакомились мы еще раньше. Мы вместе учились в колледже. Миша учился на повара-технолога, а я на продавца-коммерсанта. Молодец. Вот. И мы познакомились там в театральной студии, вместе танцевали, выступали на разных конкурсах и на один капустник придумали наш первый дуэтный номер. С этого все и началась наша с ним совместная работа. А популярность вот такая вот, скажем так, всероссийская и может быть даже международная немножечко у нас, это когда мы сняли наш первый клип. Именно вот тот клип в деревне у дедушки на популярную песню канадской певицы Кайзе. Когда я ехала на тракторе и полоскала ковер в труду. Вот, а Миша в трусах социал и топил курицу. Право, это очень смешно. Давайте посмотрим. Я обидела этот ролик. Это мы в огороде, в дедушке. Маши. Маши. Браво, браво, это очень смешно. Мы выложили это видео в интернет, ни о чем не задумываясь, просто для себя. И за три дня мы набрали уже миллион просмотров. И сама певица Кайза выложила у себя на фейсбуке наше видео, сказала, чтобы поддержали ребят. И у нас уже было три миллиона просмотров. И когда она в том году выступала в России с концертом, мы выступали вместе с ней. Юлечка, вы, безусловно, очень талантливый человек. Так почему же у вас нет женихов? Что случилось? Ой, это моя трагедия. Здесь можно веселиться, закончить. Здесь можно только слезки собирать. Ну, что я могу сказать? Свое оправдание. У меня не было никогда длительных, полноценных отношений, потому что я очень сильная по характеру и духом девушка. И найти, наверное, мужчину сильнее, чем я по характеру, очень сложно. Юлечка, вот вы участвовали в программе «Давай поженимся». Да. Почему не задалось там с женихом? Потому что меня спросили, о ком я мечта. Я сказала, о Джонни Деппе. А кого мне привели? А привели мне? Гармониста? Почему, я не поняла. Потом мне привели заводчанина из Чернушки. Это маленький город под нашим городом Пермь. И привели мне работника ДК из Зеленогорска. Вот. И Джонни Деппа там не было. Браво, браво, браво. Ну, вы себе же выбрали там пару. Что произошло с ним? Да, конечно, я выбрала, дабы не быть какой-то, не выглядеть какой-то стервой. Что мне тут привели мужиков, пригласили на передачу. У меня такие свахи были знаменитые. Вот. Я все-таки сделала свой выбор на самом лучшем из того, с чем мы работали. Чем закончилась история? Собственно говоря, он мне позвонил один раз в тот день, когда вышла на телеэкраны передачи и спросил, ну, как тебе понравилось? Я сказала, мне очень понравилось. Понравилось. Я была вот в этом прекрасном красном гипюровом платье, а он был в футболке. Давай поженимся. Впереди продолжение этой истории, а также модные советы. Мы получили видеописьмо от москвички Арины Рябиной. Она хочет понравиться родителям любимого мужчины, а мы все вместе ей в этом поможем. Не пропустите, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о Юле. Суперстар. Юля, а скажите, пожалуйста, почему вы сами купили себе квартиру, почему вы сами платите за своих мужчин? Я могу себе, наверное, это позволить. Наша работа смогла мне позволить заработать на собственную квартиру и платить за себя в ресторане. Есть такие мужчины, которые, между прочим, совсем-таки от этого не отказываются. И, как говорит моя подруга, почему в 35 лет очень много у нас одиноких девушек? Юля, а зачем вам такие мужчины? А где хорошего найти? Конечно, это сложно, но вы догадываетесь, почему они сразу сбегают от вас? В чем дело? Сложно. Почему сразу не сбегают? Они не сразу сбегают. Что же вы так думаете? Ну, через день. Ну, вот из-за моего характера я не знаю, какой ответ найти. Хорошо, давайте тогда у Миши спросим. Он вас знает очень давно. Может быть, он ответит на этот вопрос? Правильно. Ну, Юля, на самом деле, все правильно сказал. Она очень сильная. И Юля всегда права. Это самое, наверное, страшное, что у нас есть, какие конфликты возникают. Неважно, если даже она не права, то она все равно права. Ну, я, конечно, как партнер... Так заведено. Женщина всегда права. Ну, хорошо. Не только Юля, что характера. Он целый зал сидит. Я же хочу на ее свадьбе-то отплясать. Эх, ты хей. Так мы уже все хотим этого. Это самый главный приз контроля в моих отношениях. Я думаю, что после сегодняшней программы наверняка найдется десяток мужчин, которые захотят жениться на Юле. Фанатка. Она фантастическая женщина. Эвелина, ваши вопросы, Юля. Юля, а ведь вы вот этот образ свой, образ Бонни выстраивали специально? Вы над ним работали? Или вы в оригинале вот такая вот вся роскошная брюнетка, пышная? Ой, роскошная брюнетка я стала не так давно. Потому что, собственно говоря, я на самом деле от природы у меня русский цвет волос. Но я фанатка латиноамериканок. Мне очень нравится творчество Бьонс. А что вы смеете с ней? Что вы смеете с Элександром? Не только глядя на видео смеются. Я обожаю вас. Я обожаю вашу фамилию. Потому что Бонни, вы взяли, наверное, не случайно. Вы хотели пародировать ту самую жену миллионера, которая сейчас живет. Конечно. Понимаете, в Монако. Она, видимо, выглядела бы так, если бы осталась в своей деревне. И не приехала в Монте-Карло. Ну так и что? Вот вы были русоволосые, красавица. В том стали брюнеткой, потому что любите латиноамериканских звезд. Да, девушек мне очень нравятся. Корнелия Манго, Виктория Пьер-Мария. Вот такие вот жгучие, полные наши девушки. Поэтому я брюнетка. Ну и не только поэтому. Тут опять не до смеха. Наша работа, несмотря на то, что такая веселая, она, конечно, еще приносит большой стресс. Переезды, перелеты, организовать свой график, купить билеты. Мы все делаем сами. И поэтому мой стресс принес мне седину в голову. И в 20, уже вот мне 8, а в 20, наверное, 5, уже как 3 года, у меня на голове появились седые волосы, которые приходится каждый месяц закрашивать. Но их не видно совсем. И приходится носить мой шикарный вот этот шиньон. Эту щеточку, да? Эту кошку я ее называю. Вот. Потому что я на все концерты вот так вот зализываю волосы назад, одеваю вот этот шиньон, а он весит полтора килограмма. И свои волосы я все растеряла. Поэтому у меня теперь не такая прекрасная прическа в жизни, как была раньше. Программа, и богатые тоже плачут. Ну, а стрессы, следующий, скажем так, стресс, конечно, мне мама доставляет. Не доставляет, а мама, конечно, очень ждет, когда я уже подарю ей внуков. И тут она обмолвилась мне словом о том, что когда-то давным-давно, и это действительно правда, когда я была еще маленькая, она ходила к гадалке. Гадалка нагадала ей кучу всего, что в моей жизни сбылось. А самое главное, гадалка нагадала, что типа я поздно выйду замуж в 28 лет. Ну, собственно, мне 28, не за горами 29, а я даже не успею в гражданском браке пожить, мне придется сразу выходить замуж, потому что гадалка нагадала, что в 28 я выйду. Вот я сижу, стрессую и жду, когда же это будет. Ужас какой. Я считаю, что просто когда перед нами такая хорошенькая, очаровательная молодая женщина, тем более комплекция, которая доминирует в наших широтах. Нашим стилистам нужно особенно постараться для того, чтобы показать не только ей, но и всем остальным девушкам, активно ставящим лайки под клипами нашей сегодняшней героини. Так можно преподнести себя особенным образом для того, чтобы на тебя обратили внимание не только как на творческую личность, но и как на красивую женщину, но для того, чтобы твоя жизнь сложилась не только в профессиональной среде, но еще и в личной. Но послушайте, если уж у этой девушки в этом году не случится свадьба, то что же вообще всем остальным-то делать, мы на вас надеемся. Юлечка, я вот что хочу вам сказать. Жизнь – это такая штука важная и очень, и очень такая, она красивая. И человек живет тогда, когда он что-то делает, когда он занимается своим любимым делом, когда у него много планов, когда он жадный до всего, что происходит в жизни и до самой жизни. Падаете, ошибаетесь, поднимаетесь, живите полной жизнью и дышите полной грудью. Спасибо большое, коллеги. А у нас настало время модных советов. Дорогие зрители, я напоминаю, что вы можете прислать нам видеовопросы. Мы, ведущие «Модного приговора», обязательно на него ответим. Итак, сегодня письмо от Арины Рябиной из Москвы. Все внимание на экран. Мой любимый хочет меня познакомить с родителями. Они у него живут в Перми. Поэтому на новогодние праздники мы летим туда, и у меня проблемы. Я не знаю, как лучше одеться. Я очень волнуюсь. Хочу им понравиться. Стоит ли мне поехать вот так, в casual, или нужно взять с собой платье? И если платье, то какое? Очень жду вашей помощи и совета. Спасибо большое. Так, вот платье с открытой спиной. Какой кошмар. Совсем не подходит для знакомства с родителями. Боже, еще с разрезом, какой кошмар. Оно абсолютно никак не подходит. Это не годится никак. Любая мама хочет хорошую жену своему сыну. Не оторву, понимаете? Ни какую-то там женщину легкого поведения. Поэтому, конечно, это должно быть женственное платье в стиле леди лайк. Потом, пожалуйста, не забудьте, перм находится на Урале. Там в это время года холодно. Вы туда на Новый год собираетесь. Вы в таком декольтированном платье просто замерзнете страшно. Поэтому я думаю, что будет очень правильно надеть хорошее, спокойное, немножечко нарядное, совсем чуть-чуть. Зимнее платье. И с маникюром, с макияжем и с прической так же ни в коем случае не нужно ошибиться. Вы идете не на сцену петь, а ознакомиться с мамой вашего жениха, возможно, с вашей будущей свекровью, возможно, с бабушкой ваших детей. Вот из этого исходите всегда. Думайте о том, каким образом женщина вас будет воспринимать в роли своей будущей невестки и матери собственных внуков. Потому что именно эту роль вы будете репетировать в этот важный для всех вас день. Спасибо большое, Велина. Я от себя хочу добавить еще один важный совет. Когда вы отправляетесь в неизвестный пока что вам дом, попросите вашего жениха показать вам несколько фотографий мамы и несколько фотографий папы. Эта маленькая разведческая информация поможет вам определиться в стиле прически, в стиле одежды и в цвете того, что вы будете носить. А я напоминаю, уважаемые телезрители, у каждого из вас есть возможность заглянуть за кулисы модного приговора на сайте модный.тв, интервью ведущих, модные советы, мнения экспертов и яркие моменты, которые не вошли в программу. Ну а наша героиня Юлия продемонстрирует нам любимые наряды из своего собственного гардероба. Первый для того, чтобы привлечь мужчину. Во втором Юлия должна почувствовать себя настоящей леди. Ну а третий Юлия подберет для встречи нового 2017 года. Затем наши стилисты предложат ей свою альтернативу. А кто же победит, решат наши зрители. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о Юлии, суперстар. Итак, первый наряд из гардероба Юлии для того, чтобы привлечь мужчину. Итак, Юлия Старикова на подиум. АПЛОДИМЕНТЫ АПЛОДИМЕНТЫ Юлечка, смотрите, вы говорите, что это для привлечения мужчины, правильно? А у вас много таких нарядов, и никто на них пока не клюнул. Вы продолжаете ловить. Ведь вот я, например, клюнул, конечно, потому что я тоже вот не женат. Но Юлечка, да, очень прелесть, вы прелесть. Но давайте вас обсудим все-таки. Смотрите, у вас хорошая фигура. Она то, что вот Надежда Бабкина называет укатистой. Здесь укат, тут укат, здесь укаты. Но не надо их так сильно обтягивать. И вот эти сумки прелесть, но после 13 лет. Боже упаси, вам не надо ни вот эту вещь больше носить. В черном варианте она пристала только вот к Татьяне Михалковой. А вам она не нужна. Вам она просто не нужна. Вы подарили нам много песен, много пародий. И мы хотим вам тоже подарить сегодня песню, которая когда-нибудь войдет в ваш каталог и репертуар пародии. И сейчас я приглашаю в студию нашего независимого эксперта Татьяну Иванову, певицу. Вот новый наступил, кушать стало нечего. Ты меня пригласил и сказал доверчиво. Милая ты моя, девочка голодная. Я накормлю тебя, если ты не гордая. Я накормлю тебя, если ты не гордая. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. На твоем столе. А ты рассказывал мне сказки, но я не верила тебе. Браво! Браво! Татьяна, спасибо вам! Татьяна Иванова, спасибо вам за эту чудную песенку. Пойдите к трибуне, пожалуйста. Юлечка, вы займите свое место. А Татьяна сейчас выскажет свое мнение касательно вашего наряда. Танечка, пожалуйста. Мне что очень нравится, что вы абсолютно на голубом глазу ничего не боитесь. Это очень подкупает. Поэтому у вас все хорошо. У вас балкон просто на зависть. Поэтому пользуйтесь. Есть люди на балконе даже. Да, и люди на балконе. Зрители два. Да, поэтому... Зайцы есть, да. Ну, заяц так заяц. Спасибо, Татьяна. Юлечка, переодевайтесь за кулисами. Если бы это было в жизни, мне нравятся такие костюмы. И я вообще очень люблю людей, которые живут без комплексов. И в этом есть сила Юлина. Цвет зеленый очень идет нашей героине, потому что она брюнетка. Ну, полосочку эту тоже можно поменять на какой-то другой цвет. Ну, скажем, зеленый. И без бантика. Да, да. Так меня устраивает. У нашей героини фигура буквально просто всем на зависть. Она работает в стиле симпомпончик и правильно делает. Меня вполне устраивает этот облегон. Меня раздражает. Я вам сейчас прям по пунктам скажу. Заяц, кошка, бантик и шиньон. Спасибо большое. Ну, а сейчас второй выход нашей героини Юли. Она покажет нам себя в образе женщины, настоящей леди. Пожалуйста. Юлечка, это наряд не для леди. Это концертное платье Таисии Повалей. Ну, а сейчас выслушаем Татьяну Иванову, независимого эксперта, певицу. Ну, вы прям вот с языка у меня сняли, когда Юлечка прошла, не сыгали воду, вот с коромыслом там что-то не так. И опять нет каблука, вот нет каблука. Юля, надо каблук, надо. Обязательно. Надо. Правильно Танечка говорит. Переодевайтесь за кулисами. Мне кажется, что крупные цветы всегда, они делают фигуру еще больше. Здесь надо было бы еще с цветами поработать. И, конечно, согласно с Танечкой, обязательно каблук. И снять этот дурацкий венок. Вообще, на самом деле, Юля мне нравится все больше и больше. У нее прямая спина, у нее отличная походка от бедра, у нее голова наверх. Она показывает себя, а не платье. Мне кажется, что вот такая точка зрения на себя, она очень правильная. А все остальное мы поменяем. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас третий выход Юлии Стариковой. Наряд для встречи Нового года. АПЛОДИСМЕНТЫ Стойте только, не двигайте. Смотрите, не бойтесь, я как доктор. Не боюсь. Вот смотрите, если бы вы подумали о том, что ваш объем вы могли бы превратить в бобедку, вы бы стали в два раза выше. Вы были бы стройнее из длинной шеи. Я буду стараться. Это же так просто. Это же все знают. Танечка Иванова, скажите ваше мнение. Каблук, еще раз каблук. Вы знаете, вот обратила внимание, что кроме того, что каблук идет нашей героине, она так же легко передвигается на каблуках, как и в тапочках, вот в этих балетках. Поэтому каблуки не снимайте. По двум причинам. Потому что вы делаетесь выше, и потому что они вам очень к лицу. И вы очень легко на них передвигаетесь. Даже вот по морозу на каблуках. Ну, всего лишь два раза упали, подумаешь. Да, да, да. Знаете, смотрю я на вас, вспоминаю о том, про каких звезд в качестве собственных личных икон стиля вы упоминали. И думаю, что в этом стройном ряду не хватает, конечно, одной, с которой вас как-то неизримо что-то связывает. Но вот ей бы вашу фигуру, а вам бы ее гардероб, то точно Юлия Старикова и Ким Кардашьян стали бы счастливее. Спасибо большое. Ну что ж, пришло время отправить Юлечку в волшебную комнату к нашим стилистам. Ступайте туда немедленно, возвращайтесь с новыми нарядами. Спасибо. Что придумают стилисты для Юлии Стариковой? Увидим скоро. Не переключайтесь, будьте всегда только с нами. Хотите чудесную фигуру к Новому году? Диета Елены Малышевой. Здоровая разнообразная еда для тех, кто хочет похудеть. Диета Елены Малышевой. Подарок к Новому году. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о Юлии Суперстар. Итак, Юлия, она же Боня, побывала в волшебной комнате наших стилистов. Они преобразили ее, но она в зеркале еще ни разу не успела увидеть новый образ. Давайте поддержим ее выход бурными аплодисментами. Первый наряд, чтобы привлечь мужчину. Юлия, на подиум. Музыка. Музыка. Мой бой. Я чувствую себя немножечко взрослей, статней работником ДК своего. О, я не знаю, ну я красивая. Михаил, это ваша реакция? Это моя реакция, ну наконец-то меня... В утренней гимнастике, да? Нет, меня услышали. Прекрасно, прекрасно. Юля, я уверен, что теперь я наконец-то тебя выдам замуж. Ну, вот я теперь уверен. То есть, вы знаете, у меня впечатление, что он ищет другую партнершу. Александр, о чем вы говорите? Такие партнерши на дороге не валяются. Это, знаете ли, по-моему, это не заменимо. Юлечка, ступайте переодеваться, порадуйте нас и далее. Спасибо. Она очень хороша. Ей прекрасно подобрана гамма цветов. Очень ей к лицу. Каблучки, сумка, серьги. Все просто... Прическа изумительная. Какой шиньон. Очень красивая женщина. Просто замечательная. Замечательно. Эвелина, дайте вашу оценку. Ну, вот Боня стояла и жаловалась на то, что она выглядит взрослой. Я бы сказала, что она выглядит женщиной с запросами. Разумеется, это не имеет отношения к ее сценическому имиджу, но это точно совершенно имеет отношение к ее личной жизни. Я полагаю, что это ровно то, чего ей не хватало. Спасибо большое. Ну, а давайте теперь спросим режиссера роликов, которые мы сегодня посмотрели. Брата Михаила Александра. Пожалуйста. Ну, вы знаете, это удивительно. Я даже представить себе не мог, что Юля может так выглядеть. Потому что, ну, мы как-то привыкли уже к ней с Микки Маусами. Для меня сейчас главное, чтобы она не увлеклась. Потому что, если она увлечется этим образом, то, боюсь, у нас не будет работы. Замечательно. Итак, второй выход Юлии Бонни. Наряд для того, чтобы она себя почувствовала леди. Пожалуйста. Юлечка, как вам этот вариант? Ну, это мое. Вот прям мое. Все мое. Я такое люблю, такое ношу. Я модная, я чувствую это. Да. Ну, Юль, я теперь все чемоданы за тобой буду таскать. О! А раньше было по-другому? Ну, у нас их очень много, мы их делим. Конечно. А как вы думаете, ваша жена, которая в обычной жизни вас одевает, она будет довольна увидеть Юлечку такой, преображенной? Она счастлива. Она счастлива будет. Слава тебе, господи. Да, конечно. Ну, это ж Юлечка, ступать, переодеваться. Спасибо. Очень красиво. Лариса, ваша оценка. Ну, вот ничего не скажу. Такой костюм casual ей очень идет. И эти туфли. И то, что я не совсем понимаю комбинацию этих цветов, темно-синего и болотного цвета. Ну, стилистам виднее. В общем, ну, все-все абсолютно изысканно. Изысканный вкус и идет очень нашей героиней. АПЛОДИСМЕНТЫ Это типичный кэжуал-шик и дай бог ему здоровья. Потому что каждый день женщина должна выглядеть замечательно. Другое дело, что в Перми придется под эту парку надеть нечто тепленькое. И с этой точки зрения всем девушкам, которые живут чуть севернее Сочи, я рекомендовала бы парки более объемного размера, для того, чтобы была возможность надеть под них, в зависимости от погоды, толстый свитер бойфренда. Или, к примеру, дутую куртку, ну, или меховую безрукавку, у кого что есть. Но так или иначе, парка должна быть многофункциональной. Иначе зачем мы тратим на нее свои деньги? Спасибо большое. Давайте выслушаем мнение близкой подруги нашей героини. Анны, пожалуйста, Анечка. Юля всегда мечтала стать киноактрисой. И я думаю, что теперь у нее точно получится, потому что такая сильная девушка не может не обратить на себя внимание режиссера. Спасибо большое. Замечательно. Ну, а сейчас наряд для встречи Нового года. АПЛОДИСМЕНТИЯ АПЛОДИСМЕНТИЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что если я тут буду встречать Новый год, то, наверное, цепану кого-нибудь. Юлечка, я вам не советую никого цеплять. Потому что всё, что цепляется в вечеринках Нового года, это на короткое время. Потом отцепляется быстро. Отцепляется быстро и неприятные последствия. Я вас прошу, зрительницы, не кидайтесь в объятия! Чёрт вас побери! Идите спокойным шагом, узнавайте человека, а затем принимайте адекватные решения. Кузьмич, вам слово. Это капуста прекрасная. И даже спою тебе песню. О, боже мой, ты не земная королева красоты. Спасибо! Спасибо! Ну, что ж, а сейчас модный приговор от народной артистки России Ларисы Долиной. Я приговариваю Юлю носить эти костюмы. Право. Всегда. И везде. И везде. Молодец. Вот. Вот это хороший приговор. Ну, а сейчас гуманный приговор от Эвелины Хромченко. Юля, конечно, красавица, чего там говорить. И я хотела бы, знаете, подчеркнуть вот этот вот важный момент, потому что настоящая роскошная русская красота, ярким представителем которой Юля является, и каждый со мной в этом согласится, она приемлет всё. Это каким-то другим девушкам необходимо долго учиться ходить на каблуках, долго учиться носить какую-то там роскошную прическу. А здесь, знаете, вот вам, пожалуйста, девушка, которую мы только что видели верхом на тракторе, прекрасным образом оседлала высокие каблуки, несмотря на то, что до этого сильно почевряжилась, хотела ходить в тапочках. Браво, вы красавица, и я буду с удовольствием ждать новых шедевров в этой вашей новой роли. Спасибо большое, Эвелина. А сейчас самый волшебный, модный предновогодний суд близится к финалу, и мы приняли решение сегодня отменить голосование в честь надвигающихся праздников. Дворецкие, привезите вещи на подиум, а вы, дорогая Юлечка, оставьте ваш клатч. На столе подойдите ко мне. Позвольте вас поздравить, ну и задать вам важный вопрос. Что вам-то лично больше приглянулось? То, что вы принесли из своего гардероба, либо вещи, которые подобрали стилисты? Говорите, как на духу. Конечно, вещи, которые подобрали стилисты. Ну вот, а приговаривать вас сегодня будет ваш партнер, который написал письмо кому? Деду Морозу. А сегодня в роли Деда Мороза выступил я. Итак, Михаил, вам слово. Юля. Нажми кнопку «Да». Да. Юля, конечно же, потому что ты беспощадно крутая. Ура! Здорово. Итак, наряды от стилистов в дар от программы. Модный приговор для Юлии Стариковой. Я поздравляю вас и всех наших зрителей с наступающими. Праздниками. Желаю всем счастья, исполнения желаний, прекрасного модного настроения и замечательной энергии. А если вы точно так же, как пародистка из Перми Юлия Старикова, захотите стать участником модного суда, заполняйте поскорее анкету на сайте Первого канала. Мода.1TV.ru Сегодняшнее заседание предновогоднего модного суда закрыто. Мы с вами прощаемся. До скорых встреч! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова